В 1932 году немецкий математик Лотар Колотц придумал вот такую вот простую задачу. Берем любое целое число больше нуля, и если оно четное, то делим его на 2, а если нечетное, то умножаем на 3 и прибавляем единицу. Возьмем, например, число 3. Оно нечетное, а значит умножаем его на 3 и прибавляем 1, получается 10. 10 уже четное, поэтому делим его на 2, получается 5. 5 нечетное, поэтому умножаем его на 3 и прибавляем 1, получается 16. 16 четное, поэтому делим его на 2, получается 8, которое мы тоже делим на 2, получается 4, тоже делим на 2 и получается 2. Но вот если мы поделим двойку на 2, то получается единица, которая нечетная, которую мы умножаем на 3, прибавляем 1, получается 4. А как мы уже знаем, 4 превращается в 2, а 2 превращается в 1, а 1 опять в 4, то есть мы попали в бесконечный цикл. Если мы возьмем другое число, например 42, то через некоторое количество шагов оно превратится в 16, но мы уже знаем, во что превращается 16. Точно так же мы можем добавлять другие числа, и у нас будет разрастаться вот такое вот дерево. Гипотеза колодца говорит о том, что любое число присоединено к этому дереву. То есть если мы возьмем любое число, и если оно четное, поделим его на 2, а если нечетное, то умножим на 3 и прибавим 1, то рано или поздно любое число придет к единице, а точнее к этому циклу 4, 2, 1. Но если найдется число, которое никогда не придет в этот цикл 4, 2, 1, то оно будет контрпримером для этой гипотезы, и она будет опровергнута. Например, это может случиться, если где-то существует другой цикл, в который могут приходить числа. Также она может быть опровергнута, если найдется число, которое будет постоянно увеличиваться и уходить в бесконечность. Кстати, если чуть-чуть поменять условия задачи, немножко их расширить, то там появятся дополнительные циклы, а также числа, уходящие в бесконечность, что я скоро и покажу. Но вот именно в своей изначальной формулировке эта задача оказалась слишком сложной. За почти уже 90 лет с того момента, как была выдвинута эта гипотеза, никто не смог ее ни подтвердить, ни опровергнуть. Или доказать, что она недоказуема, потому что еще остается такой вариант. С помощью компьютеров удалось проверить все числа до 7 секстиллионов, это больше 2 в 72 степени. И все они приходят к этому циклу 4, 2, 1. Но мы можем пойти и в другую сторону. Сначала взять цикл 4, 2, 1, потом посмотреть, какие числа приходят в этот цикл, потом посмотреть, какие числа приходят в эти числа и так далее. И таким образом у нас будет разрастаться вот такое вот дерево. При этом можно заметить, что некоторые относительно большие числа, например, 2048, находятся близко к началу дерева. А чтобы получить число 17, нам нужно вырастить дерево еще на один шаг. То есть для числа 17 нужно пройти больше шагов, чтобы дойти до цикла, чем для числа 2048. И вообще можно заметить, что тут много четных чисел, но мало нечетных. На самом деле эти нечетные числа просто находятся дальше от начала дерева и в них сложнее попасть. Например, здесь можно найти число 1, 2, 3, 4, 5, 6, но нет числа 7. А чтобы дойти до числа 7, нам нужно пройти еще 4 дополнительных шага. Но если говорить о небольшом числе, для которого нужно много шагов, то тут особый интерес представляет число 27. Чтобы число 27 пришло к единице, ему нужно 111 шагов, в течение которых оно много раз возрастает, достигая 9232, но в конце концов все равно спадает до единицы. Но смотрите, вся эта задача рассматривает числа, начиная с единицы. А что если мы добавим сюда 0? Так как 0 четное число, то делим его на 2 и получаем 0. Все, мы нашли новый цикл. Правда, для этого пришлось немножко поменять условия задачи. Но тогда давайте пойдем дальше и добавим еще отрицательные числа. Возьмем, например, минус единицу. Это нечетное число, а значит умножаем его на 3 и прибавляем единицу. Получается минус 2. Которое четное, делим его на 2 и получается минус 1. Мы получили еще один цикл. Точно так же, как мы выращивали дерево из цикла 4, 2, 1, мы можем вырастить дерево из цикла минус 1, минус 2. А вот из числа 0 мы такое дерево вырастить не сможем, потому что оно изолировано. Никакое другое число не превращается в 0, а 0 превращается только в сам 0. Интересно то, что из-за прибавления единицы у нас как бы ломается симметрия. И дерево в отрицательных числах получается не такое же, как дерево в положительных числах. Но мы тут можем найти тоже разные числа по порядку. Например, минус 1, минус 2, минус 3, минус 4. А вот минус 5 тут нет. Может быть оно находится где-то очень далеко, и нам нужно пройти много шагов по этому дереву, чтобы до него дойти. А вот оказывается, что нет, потому что число минус 5 принадлежит к другому циклу. При этом этот цикл получается даже более красивым, чем предыдущие циклы. Во-первых, он больше, он состоит из 5 чисел. А во-вторых, из него растут уже 2 ветви. Но и это еще не все, потому что в отрицательных числах есть еще один вот такой вот цикл. Мало того, что он гораздо больше предыдущих, так из него вырастают целых 8 разных ветвей. И на этом все. В отрицательных числах тоже не найдены другие циклы. Это все циклы, которые известны. Получается, если мы обобщим гипотезу Колотца на положительные или отрицательные числа, то получится, что любое число приходит в один из этих циклов. Но мы можем попробовать расширить эту задачу еще и рассмотреть другие варианты. Не только 3n плюс 1, но и любые другие нечетные n плюс 1. Например, 5n плюс 1 или 7n плюс 1. Если мы будем использовать 5n плюс 1, то сразу же можем найти 3 разных цикла, в которые приходят числа. В задаче 7n плюс 1 удается найти уже только один вот такой вот цикл. А вот в задаче 9n плюс 1 вообще не удается найти какой-либо цикл. Похоже, что там числа просто возрастают и уходят в бесконечность. А что, если мы эту задачу расширим еще и будем использовать не только целые, но еще и дробные или вообще все действительные числа? Но что нам делать в случае, например, числа 1 и 3 десятых? Будет ли оно четным или нечетным или где-то посередине? Оказывается, что есть много способов расширить эту формулу до действительных чисел. Например, первое, что приходит в голову, это мы можем посчитать оба варианта и для четных чисел, и для нечетных, а потом сложить их в нужных пропорциях в зависимости от того, насколько близко число к четному или к нечетному. Например, число 1 и 3 десятых на 70% ближе к единице, чем к двойке, то есть к нечетному числу, чем к четному. Значит, мы берем 70% от формулы 3n плюс 1 и лишь 30% от n делить на 2. Если мы будем проделывать эти шаги для разных нецелых чисел, то в среднем они будут расти и уходить в бесконечность. При этом эта последовательность ведет себя очень хаотично. Вот, например, я возьму число 1,5, а внизу я возьму 1,5 и еще одну миллионную. Сначала числа ведут себя вроде бы так же, но в какой-то момент появляется небольшая разница, после чего эти две последовательности ведут себя совсем по-разному. Хотя обе возрастают, и если построить такой вот логарифмический график, видно, что обе последовательности примерно одинаково растут, хоть значения и отличаются. Можно применить эти операции к координатам пикселей на экране и красить пиксели в разные цвета в зависимости от того, насколько быстро значения в этом пикселе уходят в бесконечность. И если приближать эту картинку, то вот так вот она выглядит, и видно, насколько она сильно мелькает из-за своей хаотичности. Но оказывается, что если ограничить все значения единицей и рисовать все эти пиксели только в круге с единичным радиусом, а если какое-то значение превышает единицу, то дальше его уже не рассчитывать, то получается вот такой вот уже аккуратный фрактал. Можно еще приближаться в другой его уголок. Но тут можно заметить, что вся картинка абсолютно симметрична по диагонали. Это происходит из-за того, что координаты по х и координаты по у мы рассчитываем абсолютно одинаково. То есть на самом деле вся эта картинка это обычный одномерный график, продублированный по двум осям. Но зато таким образом он красивее выглядит. А вот чтобы получить настоящую двумерную картинку, нужно немножко еще поменять эту формулу. Помните, две минуты назад я говорил, что есть несколько способов расширения этой формулы до действительных чисел. И можно использовать, например, вот такую вот более гладкую формулу. Тут используется косинус от числа, умноженного на π, для плавного перехода между четными и нечетными числами. В обычных целых числах она будет давать те же самые результаты. То есть если число четное, она поделит его на 2, а если нечетное, то умножит на 3 и прибавит 1. Но большой плюс этой формулы в том, что мы теперь можем ее применять даже комплексным числом. И теперь уже можно с помощью нее получить вот такой вот фрактал. В него можно бесконечно приближаться, и он во многом напоминает множество Мандельброта или множество Жюлеа, о которых я уже много раз рассказывал в предыдущих видео. Тут еще интересно то, что в этой формуле появляется несколько разных констант, которые можно по-разному поменять. Например, если я возьму вот эту вот двойку и плавно поменяю ее на единицу, то фрактал поменяется вот таким вот образом. По-моему, так получился еще более красивый фрактал, и в него тоже можно бесконечно приближаться. Но и это еще не все, потому что помимо той формулы есть еще другие варианты, например, вот такой вот вариант. Он выглядит уже сложнее, но в целых числах он работает так же, как и основная последовательность, а вот в комплексных числах он выглядит уже по-другому. И дает он вот такой вот интересный фрактал, который, кстати, по-моему, еще более похож на множество Мандельброта. Ну а на этом на сегодня все, поставьте лайк, и может быть следующее видео я выпущу чуть побыстрее, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok